ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то соделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да, сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать по тому, что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Уставное евангельское чтение субботы третьей недели по Пасхе с первых своих слов сразу же раскрывает пред нами, в чем состоит главный принцип Нового Завета и чем он отличается от Завета Ветхого. Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Любовь – это главный принцип бытия. Сам Бог есть любовь. Именно по своей любви существуем и мы, и все, что нас окружает. А если Бог есть любовь, то и мы также должны быть в этом мире проводниками Его любви. Однако в результате грехопадения вектор существования мира изменился прямо противоположно. Вместо любви люди выбрали злобу и ненависть. Да и сами слова о любви вызывают у многих людей неприятие, доходящее до агрессии. Все то, что указывает миру на его ошибки, «Все то, что обличает мир в грехе, ненавистно миру». Именно об этом предупреждает своих последователей Господь. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Блаженный Феофилак болгарский отмечает, «Мир ненавидит христианство за его добродетели, первое из которых – любовь». Почему Христос и его последователи гонимы миром? Неужели они несут что-то плохое для мира? Как раз наоборот. По словам святых отцов, когда Господь называет христиан солью земли, Он, между прочим, имеет в виду то, как израненный организм реагирует на соль. Если на человеческом теле существует рана или язва, и на нее попадет соль, организм сразу же это почувствует благодаря болевым рецепторам. Организму станет больно, соль начнет печь рану. Но ведь не из-за самой соли организму плохо. Соль только показывает, что в том или ином организме происходят неправильные процессы. Если на них не обратить внимание, организм заболеет и умрет. Точно так же и христиане призваны говорить всему миру, о его болезни, болезни греха. Если эту болезнь не определить, а определив не излечить, человечество умрет. Но миру, по словам Христа, намного приятнее находиться в болезни, чем найти исцеление. Именно в этом смысле говорит преподобный Исаак Сирин, когда сравнивает грешника с псом, лижущим пилу. Вкус собственной крови его упаяет, и он не замечает того вреда, который приносит сам же себе. Мир ненавидит христиан, потому что христиане — это осуждение миру. Христианство собственным примером показывает, что ценности мира сего, мира, который отошел от Бога, вовсе не ценности, а наоборот, то, что уничтожает человека. Если мир призывает человека быть, как все, то христианство, наоборот, призывает человека не поддаваться соблазнам мира, дабы не расчеловечиться. Не случайно в Древней Церкви христиан именовали святыми, ведь слово «святой» буквально означает «отделенный», не такой, как все. Следовательно, христианин — это тот, кто имеет мужество плыть против течения мира сего. Люди, которые идут против Христа и его последователей, очень часто думают, что на самом деле они поступают правильно. Христос Спаситель отмечает, «Даже наступает время, когда всякий убывающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Рассуждая над этими словами Христа, преподобный Антоний Великий говорит, «Наступит время, когда истинному христианину скажут «Ты сошел с ума, потому что не желаешь принимать участие в общем безумии, но мы заставим тебя быть, как все». В то же время мы, как православные христиане, истинние последователи Господа, должны помнить, что подобные гонения, подобные неприятия нас миром с ним — это вовсе не повод для отчаяния, а наоборот, повод для радости. Претроподобный Ефрем Сирин пишет, «Если тебя окружат скорби, знай, они открывают тебе двери рая». Наше главное сокровище — вне этого мира. Оно там, где Господь Иисус Христос, Который принес себя в жертву ради того, чтобы ни один человек не погиб во тьме греха и богооставленности. Вечность с Богом — вот наши главные сокровища. И ради этого сокровища стоит, если нужно, немного потерпеть в этой временной жизни. Потому что, как говорит об этом святой апостол Павел, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Субтитры создавал DimaTorzok